как-то сейчас как-то совсем неудобно опа опа опачат пока доедешь по такой дороге уже не хочется этого моря всем привет сегодня 2 июля 2021 год и у нас очередной обзор дороги просто на улице плюс 32 градуса уже работать особо никому не хочется время отпусков и все меня просили показать дорогу на море ну что господа вы просили я показываю мы сейчас находимся на выезде с мелитополя и будем ехать в кирилловку я вам покажу стоит ли ехать этой дорогой и стоит ли в этом году вообще ехать в кирилловку потому что неизвестно там ведется стройка не ведется хорошая дорога или плохая сейчас я вам все покажу итак вы на канале moto life я комбат и у нас обзор дороги мелитополь кирилловка трасса т-08 20 поехали ну что мы выехали с мелитополя ехать нам до кирилловки 57 километров показывает навигатор хочу сказать что мы ехали вообще с днепра и я два месяца назад показывал дорогу васильевка мелитополь там еще строилась дорога был подрядчик турецкая компания зал тын и они еще и делали так вот я хочу сказать что полностью дорога от васильевки до мелитополя сделано идеальный асфальт разметка отсыпано и утрамбованная обочина четенько можно ехать пробок нет никаких ревертивных движений песня поэтому там нечего было долго показывать и снимать поэтому я вам так скажу что от васильевки до мелитополя полностью готовая дорога единственное мне не понравилось на обочине кучи стоят от поросли и деревьев которые срезали вот это все и по оставались кучи не знаю должны наверно убрать ну а так что касается дороги вопроса вообще нет вот и едем и сейчас мы еще едем по международной трассе м18 и немножко позже будем сворачивать налево уже на дорогу т-08 20 проехали мы первые десять километров едем еще по трассе м18 дорога я хочу вам сказать нормальном состоянии она не новая на внешний вид местами есть латки много подпрыгиваем иногда волнами есть асфальт но основная масса нормальная нормально абсолютно можно ехать что касается по загруженности не праздничный сейчас день сейчас пятница 10 утра люди вот нарушают сплошная 2 сплошные вообще все равно людям но сейчас мы едем стало хуже дорожное покрытие но так принципе комфортно ехать если какой-то заторчик то там маля 8 машин и это все быстренько рассасывается едешь дальше то есть нормально комфортно едешь со средней скоростью 90 километров в час данный момент поэтому абсолютно хорошо сейчас несколько километров перед поворотом на т-08 20 будет интересный базар чик на который я всегда захожу сейчас я вам покажу что там интересное продается ну вот не доезжая пару километров до поворота здесь такой базар чик что-то я смотрю все закрыто по закрывали я не знаю причину уже какой-то базар чик не тот сейчас мы узнаем вообще продается ли тут что-то учета все закрыто или все прячутся специально может тут что-то незаконное и это а так хотел креветочек купить а скажите работаете вы не специально закрыли потому что нельзя работать в общем нельзя работать все прячутся поэтому ничего я вам не покажу нельзя работать нельзя да эти нельзя ничего покупать я думаю когда я выключу камеру можно здесь что-то купить в общем тут какая-то канитель с этим базаром ну ладно мы едем дальше ну вот только мы повернули на т-08 20 едем по новенькому асфальту супер ровненько гладенько все хорошо разметки еще нет обочина тоже еще не отсыпано не обустроена потому что есть перепад между верхним слоем я так понял уже финиш на это слой постели на щема и но обочина еще не отсыпано да мне кстати вот эта ситуация с базар чекам этим приехал поснимать показать какие фрукты там овощи рыба там мой очень богатый классно всегда там покупал и все все зачехлились начали прятаться потом женщина вышла рассказала что здесь идет дележка акимовские и мелитопольские бригада решают чей же будет базар кому будут платить деньги так как район мелитопольский сейчас это уже стал и сейчас к отжимают потихонечку это все и люди говорят семьи все это все фопы оформлены и а ничего не понятно не разрешают вообще продавать ну конечно это 90 у нас еще не закончили здесь в этом регионе поэтому надо наверно разобраться кто там смотрит это видео и кому это под силам надо разобраться и дать людям наверное работать пусть работают себе что-то за дележкой ну ладно мы продолжаем ехать отличная дорога не знаю будет ли это до самой кирилловки давайте смотреть до кирилловки нам осталось 30 километров мы продолжаем ехать по отличной просто новенькой дороге сейчас мы можем наблюдать вот водоотливы вот их недавно видно все устанавливали работа еще не завершены поэтому я так понимаю что упор был на то чтобы к времени отпусков сделать именно дорожное покрытие чтобы нормально было и ездить а потом уже заняться обочиной ну пока мы едем все отлично потому что как вспомню прошлые годы пока доедешь по такой дороге уже не хочется этого моря вот просто вот до кирилловки мы раньше ездили 6 часов а возвращались наверное был бывало в пробках и по 8 по 12 часов но во всяком случае летим вот всю дорогу от днепра и вот здесь классно классно супер знаки присутствуют что ведутся дорожные работы все хорошо но хочу еще раз сказать что обочина опасная потому что есть перепад она вообще не обустроена а вот тут вообще вот кизяки ну тут уже должны я так понимаю быть какие-то предупреждающие столбики для того чтобы в ночное время люди видели это все потому что было по моему в прошлом году я ездил на бердянск там тоже строили дорогу так вот там не было вот таких предупреждающих столбиков блин так влетел мама не горюй вот здесь все есть вот видим мы сейчас едем по выравнивающему слою и с левой стороны у нас уже финишный слой чима 25 километров до кирилловки и у нас первое реверсивное движение реально я вам сейчас покажу с высоты оно небольшое где-то пару километров и стоять не больше десяти минут поэтому все комфортно никаких сверх заторов нет здесь кладется вот с одной стороны верхний слой чима из-за этого получается одностороннее здесь движение здесь и реверсивная идет поэтому пока небольшое такое неудобство но это мелочи вот смотрите реверсивное движение у нас закончилось мы так ехали 4 километра вот видите здесь вот такая образовалась очередь из машин ну вот я вам хочу сказать что 10 минут проезжает в одну сторону сколько накопилось 10 минут другую в принципе нормально я думаю не это не критично хотя получается на выезд сейчас намного больше машин чем на въезд да кстати еще хочу сказать что на технике написано что здесь работы ведет компания автомагистраль пивдень поэтому если какие то тут вопросы будем предъявлять именно им давайте смотреть 20 километров до кирилловки осталось проехали мы еще пять километров еще пока мы стояли рассказали мне рабочие которые здесь работают вот дело в том что эту дорогу они вообще должны сдать в эксплуатацию в середине ноября но задача была им поставлена дорожное покрытие именно сделать до середины июля то есть до середины июля дорожное покрытие полностью должно быть сделано никаких реверсивных движений не должно быть и потом они будут заниматься уже укреплением обочины отсыпкой ее будет поросли вот эти все деревья которые близко к дороге все это будет счищать будет устанавливаться барьерное ограждение здесь же будут дорожные знаки разметка это уже будет после середины июля этим будут заниматься они поэтому я думаю неделька и уже реверсивных движений не будет потому что ну быстро потому что вы видели вот эта машинка которая стелит асфальт вот вообще-то ее производительность два с половиной метра в минуту чтобы она непрерывно работала ее должны обслуживать 30 машин которые должны подвозить асфальтобетон температура которого не меньше 165 градусов вот тогда все будет быстро и качественно ну я не ходил и не мерял температуру мне в принципе мне главное чтобы ехал я думаю есть службы которые проверяют и контролируют это все вот можно посмотреть как с правой стороны вот уже обустраивают обочину вот все выгребают вычищают вырубают работа идет а ну тут у нас пост полиции интересно напишите тут вообще останавливают и за что что они тут стоят кпп что они тут проверяют напишите в комментариях пожалуйста ну как-то как-то сейчас как-то совсем не удобно я не знаю пока мы покупали рыбку может там реверсивное движение это стояло и пустили хотя нет ничего никакого регулировки не было ну не удобненько по одной полосе ехать так 7 километров до Кирилловки мы едем сейчас вот по отличной дороге уже готовой полностью осталось совсем чуть-чуть и посмотрим каким дорожным покрытием нас встретит курортный город Кирилловка опа опа опача так по ходу здесь еще одно у нас реверсивное движение реально постояли две минуты вот ровно две минуты и поехали вот сейчас можете с левой стороны наблюдать какие дорожные работы ведутся какие дорожные работы ведутся может вы видели какой глубины вот роют укрепляют грунт обочину саму дорогу реально метровая глубина и засыпают щебенкой в общем идет укрепление грунта ну что вы видели дорогу Т-08-20 от Мелитополя до Кирилловки видите что дорожные работы ведутся но я вижу что где-то процентов на 70 уже дорожное покрытие ну новое его доделают и как говорят работники что через пару недель они должны закончить уже верхний слой и уже нормально можно ехать мы в саму Кирилловку въезжаем вот я вам хочу показать вот как постелен вот это выравнивающий слой сверху еще будет верхний финишный слой идти ну уже комфортно ехать уже все хорошо все красиво мы ехали вообще с Днепра и от Днепра до Кирилловки приблизительно за три с половиной часа мы доехали поэтому я считаю что морское направление уже проездное очень даже проездное ну что если вам было полезно и интересно это видео подписываемся на канал Мотолайф ставим лайк и бьем в колокольчик чтобы не пропустить следующее видео потому что мы сейчас едем инспектировать дорогу на Берючий остров до встречи на дорогах пока идущий процент то до 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 Субтитры сделал DimaTorzok